Здравствуйте! В эфире Первого Карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главном. Можно ли договориться монополисту с потребителем? Вы, говорит, уже достали, там телевидение было. Красиво ездить не запретишь. ВИП-номера появились у карагандинских водителей. Владельцы транспортных средств имеют право выбрать цифровое обозначение госномера. В Карагандинской области подлежат приватизации 50 организаций. Как важно уметь наладить диалог между монополистом и потребителями, показывает следующий сюжет. Мы вновь возвращаемся в переулок Яблочный. В этот раз жители возмутились небрежно брошенным словам одного из руководителей ТО Караганды-Су. В сердцах брошенное слово вызвало неожиданный резонанс у жителей переулка Яблочный. Вспомнились все обиды на некачественную работу Караганды-Су. После проведенных работ по восстановлению водопровода не восстанавливается порядок. Люковые крышки колодцев отсутствуют, ливневка не функционирует. Правда, колодезный лючок закрыли быстро. Все нашлось. А вот с остальным как? Сейчас определимся, сколько надо. Но раз мы на эти грабли наступили, мы наделаем. Люди хоть успокоились, что уложенный гравий на улице никто грейдером убирать не собирается. А вот быстрота и качество работ зависит только от одного. Сперва предложили 100 тысяч, потом 80 тысяч. Сошлись на 60 тысяч. Отдал деньги и сразу сделали мне. За полдня. Это кто у вас брал деньги? Вот человек, мастер. Мастер Карагандасу. Да, что вот он. Вот скажите, мастер Карагандасу. Мастер Карагандасу. На частый сектор исполнительная власть и руководители организаций смотрят с одних позиций. Частники должны сами организовывать порядок на своих территориях. Но здесь живут разные люди. Порой и они нуждаются в помощи. Я с 20 апреля по 14 октября сидела без воды. Счета мне за воду систематически регулярно приходили. И приходится за воду платить. А за какую воду, если у меня ее не было? Мне приходили, где покупать. Я огород не сажала, потому что мне поливать было нечем. Думается, что такие организации, которые поддерживают жизнедеятельность города, должны более тесно контактировать с жителями. Разъяснять им суть и законность своей работы. Надо просто пересмотреть менеджмент организации. Надо не тушить очаги возмущения, а планомерно вести работу с населением. И уж, конечно, качество выполняемых работ должно быть на высоте. Надо решить проблему, на чем балансе будут водопроводные сети переулка Яблочный и близ лежащих улиц. Без этого все проблемы вновь вернутся на исходные позиции. Ну а пока можно решить вопрос попроще. Как отремонтировать ливневки? Сейчас доложимся нашим руководству, все просчитаем и ливневку восстановим. Общий язык между жителями переулка Яблочный и представителями Караганды-Су вроде найден. Надолго ли? Покажет время. Сергей Высокосов, Айдын Жакан, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. При поддержке Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан Акимат области организовал республиканский форум на тему перспективы развития промышленного потенциала Карагандинской области, который прошел в здании партии Нур-Отан. Целью форума является презентация инвестиционного и промышленного потенциала Карагандинской области в специальной экономической зоне Сарарка и ее проектов. К форуму была приурочена выставка, на которой были представлены порядка 100 товаропроизводителей Карагандинской области из разных отраслей промышленности. Одной из таких компаний является Автобан. Компания свою деятельность начала в 2009 году. На сегодняшний день уже имеет более 200 сотрудников. В рамках государственной программы Дорожная карта бизнеса 2020 составила договор с фондом ДОМУ и получила кредит 52 миллиона тенге. То Автобан занимается производством пенополистирола, съемной опалубки для строительства домов и утепления жилых и производственных помещений. Благодаря поддержке главы государства и местных исполнительных органов по программе ДОМУ мы развиваем свое предприятие. С каждым годом увеличиваются рабочие места, увеличивается производство. Поэтому такие форумы, встречи, выставки помогают для приобретения новых связей, клиентов на этом рынке. Мы рады участвовать в таких мероприятиях. В своем приветственном слове к участникам форума Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков напомнил слова президента страны, лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева из ежегодного послания народу Казахстана о том, что индустриализация, внедрение инноваций равносильную укреплению независимости страны. Также подчеркнул возможности нашего региона. Регион располагает мощными научно-техническими, производственными и кадровыми возможностями. Имеется большой потенциал в сфере недропользования. Здесь сосредоточены запасы железных и полиметаллических рух, редкоземельных металлов, других полезных ископаемых. Это 100% запасов марганца в республике, если говорить о отдельных, скажем, типах полезных ископаемых. На форуме была подчеркнута поддержка со стороны государства в сфере производства и обслуживания. Согласно статистике, наш регион является лидером в республике по объемам производства и инвестициям, подчеркнул вице-министр. За последние 5 лет благодаря государственной программе индустриально-инновационного интенсивного развития индустрии производства в среднем выросла на 20%. За 5 лет мы привыкли, что государство активно помогает инфраструктурно, кредитами, субсидированием, всего 100 инструментов и, самое главное, что создана система. То есть создан фундамент законодательный, нормативный и первая интеллектка – это надежный фундамент. Конкретным результатом форума стали меморандумы и соглашения о взаимном сотрудничестве между Акиматом Карагандинской области и компаниями. В Караганде состоялось совещание на тему реализации второй волны приватизации в Карагандинской области. В регионе приватизации подлежат 50 организаций. О том, что в Казахстане будет вторая волна приватизации, стало известно в конце прошлого года. Об этом заговорил глава нашего государства Нур-Жултан Назарбаев. Он отметил, что бизнес действует эффективнее государства, поэтому нужно передать частные руки предприятий и услуги нестратегического характера. Потом президент Казахстана еще несколько раз поднимал тему второй волны приватизации. В Карагандинской области приватизации подлежат 50 организаций. Первое. По комплексному плану будет приорганизация формулированной собственности в Карагандинской области. И одна точечная организация акционирования общества национальных компаний СПК Санатарбаев. Второе. По решению безвестной комиссии по вопросам оптимизации объектов государственного и клади государственного сектора. Передать в комплексную среду организации коммунальной собственности ШЭК. Все организации планируются продать методом электронного коммерческого тендера, где основным из условий продажи будет сохранение профиля деятельности. Тендер состоится 14 ноября в 10 часов на веб-портале реестра государственного имущества. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галлдек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70 серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного база для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. К другим новостям. Благодаря неравнодушным горожанам копилка Нияза Сундит-Алеева для лечения в Израиле пополняется. Напомним, что молодой человек два года назад выпал из окна. Перелом шейного позвонка и разрыв спинного мозга, последствия от полученных травм. Два года юноша не выходит из дома. Только благодаря лечебным процедурам и силе духа Нияза ему удалось немного развить моторику рук. Молодой человек может пользоваться планшетом и отвечать на звонки. С тех пор, как о его беде, через средства массовой информации узнал весь город, люди стали организовывать для Нияза различные акции, чтобы помочь ему собрать деньги для лечения в Израиле. Там ему не обещают, что полностью поставят его на ноги, но хотя бы садиться в кресло Нияз сможет. Реабилитация стоит около 6 миллионов тенге. Сейчас у юношей чуть больше двух. За это лето прошло немало благотворительных концертов, акций и флеш-мобов. Последний состоялся в минувшую субботу. Все-таки добрые, отзывчивые люди еще не перевелись. Я бы для начала хотел поблагодарить всех тех людей, которые откликнулись на мою беду, которые постоянно принимают участие в акциях всевозможных. Это был и благотворительный концерт, и фотосессии, и флеш-моб, и вот совсем недавнишняя акция в крупном магазине города. Люди действительно в Караганде очень помогают. По данным социологического опроса, средства массовой информации в Казахстане доверяют больше всего. Более 50% опрошенных отмечают позитивный характер работы СМИ в стране. Но о проблемных вопросах в среде журналистов все-таки говорят. Общественная организация «Клуб главных редакторов» провел в Караганде республиканский семинар на тему «Актуальные проблемы казахстанской журналистики». Открыл семинар Алмаз Садубаев, генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью, медиа-центр органов внутренних дел Республики Казахстан, вице-президент общественной организации «Клуб главных редакторов». Он подчеркнул, что новое время требует нового подхода к журналистике. Сегодня мы все вместе должны решать вопросы развития журналистики в стране, продумать вопросы реформирования СМИ. Сегодняшний пресс-релизный журналист не сможет профессионально и глубоко раскрывать темы своих материалов. Подобное псевдожурналистское течение становится повсеместным. От этого только сужается диалоговая площадка между органами власти и журналистами. Говоря о нашей Карагандеской области, отвечу, что она является одной из самых единственных. На сегодняшний день у нас зарегистрировано 186 отечественных средств массовой информации, и из них подавляющее большинство, это порядка 78%, являются не государственными средствами массовой информации. Государственная поддержка журналистского корпуса области проявляется в организации встреч и семинаров, проведении различного уровня конкурсов. Десять лауреатов областного конкурса на премию Акима области Алтын Сункар в этом году получили премии в различных номинациях по 250 тысяч тенге. Болхашский телеканал получил на развитие вещания 1 миллион тенге. Вместе с тем на семинаре отмечалось, что профессиональный уровень современных казахстанских журналистов весьма слаб. 26 учебных заведений страны готовит работников СМИ, но, видимо, учат их чему-нибудь и как-нибудь. Да и писать им приходится обо всем. Свою тему прорабатывают единицы. Отсюда и серьезных журналистов в стране можно пересчитать по пальцам. Амбициозные задачи, которые выдвинул президент Казахстана, требуют мобилизации всех сил и от журналистского корпуса. Только рапортуя о проделанной работе, великое дело с места не сдвинешь. Вхождение в тридцатку развитых стран мира не просто политический лозунг. Это направление развития всего Казахстана, сопряженное с огромными трудностями, которые надо преодолевать сегодня. Доля национальной экономики, доля малого и среднего бизнеса составляет не менее 50%. У нас это продолжает сегодня 17-20. Баловый продукт, выработок на душу населения, должно быть от 28 тысяч долларов. Долго у нас примерно сегодня где-то около 14 тысяч долларов. Перед журналистами стоят высокие задачи. Но и они должны стать носителями высокой правовой культуры, уметь грамотно и ярко пропагандировать достижения страны и региона. Главное, надо воспитывать в себе и гражданах высокую духовную культуру. Жить в обществе и быть вне его просто невозможно. Сегодня журналистам необходим доступ к общественно значимой информации. И сегодня же надо решить вопрос о организации профсоюза журналистов. Ведь остро пишущих литераторов запросто преследуют, например, за клевету. И не по административному законодательству, а по уголовным статьям. Журналистов преследуют по этим позициям. Что такое там сотнями, миллионами штрафы накладывать или предъявлять и так далее. То есть в этом вопросе мы, наверное, тоже должны решать. Этот монаш для деятельности журналистики является камнем установления. Реформы в СМИ необходимы еще и для того, чтобы определиться, к какому ведомству журналистское сообщество относится. За последние годы их катали как футбольный мяч из одного министерства в другое. Хотелось бы, чтобы СМИ руководили не связисты и архивисты, а уважаемые в стране журналисты. Вероятнее всего и защита национальных интересов от этого повысится. Современный журналист не должен гоняться за сенсациями. Гораздо актуальнее глубокие социальные материалы о сегодняшней жизни, о современных героях. На семинарии карагандинские журналисты поднимали многие наболевшие вопросы и вместе с организаторами пытались найти на них решение. Сергей Высокосов, Шалкар Алтембеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Теперь каждый владелец авто сможет ездить с крутыми номерами, если он готов за это заплатить. В Караганде уже начали продавать престижные номера. Обладателями ВИП-номеров уже стали пять автовладельцев, которые пополнили бюджет почти в полтора миллиона в тенге. Согласно вступившего в силу закона о дорожном движении, пункт 66, владельцы транспортных средств имеют право выбрать цифровое обозначение госномера, то есть престижные номера. Приобрести товар в виде госномера можно будет в регистрационном экзаменационном пункте. В нашем регионе имеется 9 таких пунктов. Во всех установлены специальные стенды, где указываются номера, то есть владелец выбирает престижные цифры, оплачивает и получает квитанцию. Номера от 1.00 до 9.00 и от 1.1.1 до 9.99, кроме 3.7, согласно налоговому кодексу будут стоить 137 мрп. Это составляет 253 724 тенге. А госномера 0.01 до 0.09, также 3.7 будут стоить намного дороже. Это составит 228 мрп, что выльется в сумму 422 256 тенге. На сегодняшний день нашими подразделениями, то есть за 3 дня, реализовано 5 государственных номерных знаков престижного образца. То есть 3 девятки 4 комплекта, 3 семерки 1 комплект. И можем сказать, что бюджет пополнился на 1.450.000 тенге. На сегодняшний день особым спросом в нашей области пользуются номера с цифровым значением 3 девятки. Потому что значение нашего региона на госномере обозначен цифрами 0.9. Если говорить о привилегиях, то купленный номер будет закреплен за одним человеком. И в случае кражи или утери номера его восстановят без особых проблем. Также для сведения владельцев автомашин, согласно пункту 67, регистрация транспортных средств запрещается при наличии административных взысканий, то есть если есть штраф. Ну, чтобы очередь нам не создавали, потому что приходят, в окошко сдают документы, мы их проверяем. Да, у вас есть наличие штрафа, идите оплачивайте. Они потом там стоят. А так, вот, например, знают, что штраф у него есть, ну, смысла нет в РЭУ идти, оформлять. Мы ему отказ дадим сразу. Это на законных основаниях, поэтому прежде чем регистрировать транспорт, лучше он пусть пойдет и оплатит штраф. За сквитанцию в административную полицию, там, значит, отредактируют штраф, оплачивают. Бигзат Аликайдаров, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. С 22 октября по 5 ноября в Карагандинском областном музее изобразительного искусства проходит ежегодная выставка картин и изделий народного творчества, которую организовал Общественный фонд Ассамблеи народа Казахстана «Мурагер». Более 10 регионов страны примут участие в развитии культуры. Выставки принимают участие художники, мастера прикладного искусства и ювелиры со всего Казахстана. В этом году выставка впервые была организована в благотворительном формате. Собранные средства от продажи билетов и проведения аукционов будут направлены на лечение детей, которые страдают серьезными заболеваниями. Предварительно были поданы заявки. Где-то с 11 регионов Казахстана принимают сегодня участие в этой выставке. Выставка будет проходить по 5 ноября. Здесь будет и выставка, и продажа. И наши мастера, и художники представили свои несколько изделий для проведения благотворительного аукциона. Целью благотворительной выставки является сохранение и приумножение исторического и культурного наследия народа Казахстана. Популяризация национальных культурных ценностей через наших ремесленников. В рамках выставки работают мастер-классы по работе с кожей и деревом. Профессионалы своего дела делятся опытом с молодыми начинающими мастерами, чтобы развивать культуру в нашей стране. Лариса Хусынова, Кайрат Рашитов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Всего доброго. Манса Уолмсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...